Всем привет! С вами инженер-электрик Екимов Игорь. Сегодня будет у нас обзор ручки мультиметра. Изначально мне показался этот мультиметр несерьезным. Что может вмещать такой маленький мультиметр? Но когда я начал разбираться с ним, то этот прибор меня удивил. Поэтому досмотрите этот ролик до конца, чтобы больше узнать об этом удивительном приборе. Если вам интересны ролики про электрику, сантехнику и ремонт, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Сам прибор по размеру как маркер, но по возможностям он может конкурировать с большинством современных мультиметров. Единственное, чего вы точно в нем не найдете, это измерение тока, а остальное практически все есть. Что меня еще удивило, что этот прибор, несмотря на свои размеры, имеет встроенный блок питания. Питается прибор всего от одной батарейки 3А на полтора вольта. Этот блок питания поднимает напряжение и в режиме прозвонки оно может достигать почти 4 вольт. Давайте это проверим. Вот я включил его в режим прозвонки. Измеряем. И нам прибор показал 3,9 вольт. Подключаем синий светодиод. Как видим, напряжение на его переходе больше 2,5 вольта. Напоминаю, что батарейка в приборе всего 1,5 вольта. Этот же блок питания позволяет более полно использовать энергию батарейки. Производитель обещает, что прибор будет работать от напряжения 0,8 вольт. Давайте это проверим. Вынимаем из мультиметра батарейку. Вместо нее подключаем лабораторный источник питания от компании GVDA. Мы видим у прибора яркий экран. Давайте посмотрим, при каком напряжении он будет тухнуть, а при каком напряжении он вообще отключится. Снижаем напряжение. Как видим, при напряжении 0,5 вольт индикатор светит слабее. А если ставим 0,4 вольта, то его почти не видно. Возвращаем. То есть при 0,6 вольт индикатор хорошо работает. Давайте что-нибудь померим. Например, батарейку. Как видите, даже при напряжении 0,6 вольт мультиметр корректно измеряет напряжение. За счет такой функции прибор максимально полно использует энергию батарейки. В свое время электрики ходили с контрольками, которые по размерам были такие же или больше этого мультиметра. А сейчас вместо контрольки можно носить такой прибор, который имеет на порядок больше возможностей. Прибор имеет такой зажим для крепления. Репим мультиметр на карман. Провод кладем в тот же карман и идем на ремонт. Прибор поставляется в такой коробке. Она довольно крепкая. Открываем. Внутри находится поролон. Такая коробка с поролоном хорошо защищает прибор при транспортировке. При желании этот поролон можно убрать и останется вместительная коробка. В нее можно еще доложить провод с крокодилом, изоленту, клеммники и отвертку под них или что-то еще. Есть такая инструкция на китайском и английском языке. Но прибор довольно простой и думаю, после этого видео вы легко научитесь этим прибором пользоваться. Открываем. Ставим батарейку, следя за полярностью. Закрываем. В комплект поставки батарейка не входит. Прибор включился сразу в режим авто. Включить и выключить прибор можно длительно удерживая красную кнопку. Вот выключили. Включили. Если длительно удерживать эту кнопку, то можно включить фонарик, который достаточно яркий. Выключаем. Средняя кнопка включения режима HOLD для удержания показаний на дисплее после измерений. Включили HOLD, выключаем. Что мне еще нравится в этом приборе, это довольно большой и яркий дисплей. Настолько большой, насколько смогли сделать для такого маленького мультиметра. Правда остальные значки маленькие, зеленого цвета. Но они очень контрастные и четкие. И поэтому хорошо читаются. Экран можно наклонять. И цифры на нем не искажаются. Обращаю внимание, что диапазон показаний на дисплее от 0 до 5999. Обновляется показания 3 раза в секунду. Давайте что-нибудь измерим этим мультиметром. Снимаем заглушки с провода. Этот защитный чехол на щупе мультиметра тоже снимаем. Подключаем шнур. По умолчанию включается автоматический режим измерений. На дисплее отображается авто. Данный прибор позволяет в автоматическом режиме измерять постоянное и переменное напряжение, измерять сопротивление и делать прозвонку. Вначале прибор тестирует наличие на щупах напряжения более 0,8 вольт. Если он его обнаружил, то он переключается в режим измерения напряжения. Если его нет, то включается в режим прозвонки или измерения сопротивления. При сопротивлении на щупах менее 50 Ом звучит звуковой сигнал. Из-за первоначального тестирования показания прибор дает с задержкой. Давайте переключимся на ручной режим. При этом прозвонка работает почти мгновенно. Именно поэтому я предпочитаю ручной режим прозвонки. Вернем режим авто. Замерим напряжение батарейки. 9,25 вольт. И прибор показывает, что напряжение постоянное, отображая значок DC. Если щупы поменять местами, то у нас появится минус. Также замеряется переменное напряжение. Только отображается значок AC. Давайте померим сопротивление. Это сопротивление 220 Ом. Он 220 Ом и показывает. Вот сопротивление 1 кОм. Он фактически это значение и показывает, учитывая погрешность номинала самого резистора. Диапазон измерений прибор выбирает сам, какой диапазон он выбрал, отображая знаком. Как вы видите, справа от цифры мы видим, что значение отображается в килоомах. Автоматический выбор диапазона измерений характерен для всех режимов измерения в этом приборе. По инструкции в автоматическом режиме можно замерять емкость и проверять диоды. Но делать этого я не рекомендую. В данном режиме прибор делает это некорректно. Давайте рассмотрим ручные режимы измерений. Нажимаем красную кнопку и переходим в замер постоянного напряжения. Для примера замеряем напряжение на кроне. Обращаю внимание, что прибор показал напряжение быстрее, чем в автоматическом режиме. Нажимаем красную кнопку и переходим в режим замера переменного напряжения. Вставляем щупы в розетку. Нажимаем hold. И смотрим результат. 235 вольт. Обращаем внимание, что сейчас значок AC. Что означает, что мы в режиме замера переменного напряжения. Постоянное напряжение можно измерять до 1000 вольт, а переменная до 700 вольт. Входное сопротивление прибора при этом 10 мегаом. Выходим из режима hold. Нажимаем красную кнопку и переходим в режим измерения емкости. Данный конденсатор у нас 330 нанофарад. Замеряем. У нас показало 321 нанофарад. Берем электролитический конденсатор. Замеряем. Прибор немного задумался и показал 103 микрофарада. На корпусе конденсатора указано 100 микрофарад. Конденсатор новый, поэтому емкость его даже чуть больше. Нажимаем кнопку и переходим в режим проверки диодов. Как видите, тут указан значок диода. В прямом подключении светодиоду он показывает напряжение падения на переходе. Сейчас проверим красный светодиод. Напряжение падения на светодиоде вы видите. Сейчас перевернем светодиод. При обратном подключении прибор показывает OL. В этом же режиме мы можем прозванивать цепи. При сопротивлении меньше 50 Ом звучит звуковой сигнал. Прибор показывает сопротивление замкнутой цепи. Но в этом режиме прибор корректно измеряет только малые сопротивления. Для примера попробуем измерить сопротивление 220 Ом. Как видите, прибор не переключился с режима проверки светодиодов и показывает некорректные показания. Нажмем еще раз кнопку. Прибор показывает температуру в градусах Цельсия с датчика внутри прибора. Если еще раз нажать кнопку, то прибор будет показывать эту же температуру только в фаренгейтах. Если еще раз нажать, то прибор переходит в режим замера частоты. Я же не буду генератор доставать. Забавно, что прибор может показывать частоту наводок на щупах, если один щуп зажат пальцами. Нажимая еще один раз, мы возвращаемся в режим авто. И дальше все режимы будут переключаться по кругу. В приборе есть бесконтактное определение наличия переменного напряжения в сети. Нажимаем эту кнопку. Мы переходим в режим IF. В данном режиме провод можно снять. Подносим прибор к розетке. У нас отображается шкала от одной до четырех черточек. И работает световой индикатор. И пикает зуммер. Чем ближе мы подносим к розетке, тем больше у нас черточек. Загорается уже красный сигнал. И чаще работает зуммер. Вот у нас показывает максимальное электрическое поле. Нажимаем еще раз кнопку. Мы переходим в режим определения фазы. Берем розетку. Вставляем. Если нулевой провод, то прибор его игнорирует. А если мы подключаемся к фазе, у нас горит красный индикатор. И часто звучит зуммер. Если мы еще раз нажмем кнопку, то переходим в режим проверки последовательности фаз. Это нужно для тех электриков, которые имеют дело с асинхронными трехфазными двигателями. От фазировки зависит направление вращения двигателя. Мне же эта функция ни разу не была нужна. И я ее рассматривать не буду. Чтоб выйти из этих режимов, достаточно нажать красную кнопку. И при этом мы переходим в автоматический режим измерения. Чтоб не садилась батарейка, этот прибор имеет функцию автовыключения, которая срабатывает через пять минут после того, как вы перестали пользоваться прибором. Вот такой простой и нужный прибор. Я собираюсь его использовать в автомобиле. Он имеет много функций и занимает мало места. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. По традиции, оставляю ссылку на прибор в описании. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтоб не пропустить новые видео. Поделитесь видео с теми, кому этот прибор может быть интересен. Особая благодарность тем, кто помогает каналу материально. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.